Вести Карачаева, Черкесия 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 Важный акцент делается на социально-экономическом развитии региона Открытие новых производств и улучшении инженерной инфраструктуры И год столетия Карачаевой, Черкесии По словам Рашида Тимрезова Станет хорошим импульсом в решении задач По улучшению качества жизни людей Члены правительства проинформировали Рашида Тимрезова О готовности ряда социальных и инфраструктурных объектов Которые будут открыты в этом году Министерство промышленности, энергетики и транспорта Республики Окажет финансовую помощь промышленным предприятиям Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам Взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств И потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство Готовую, но нереализованную продукцию При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 млн. рублей Получить эту безвозмездную грантовую помощь Смогут только предприятия, которые зарегистрированы на территории региона Более двух лет имеют статус юридического лица А их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве За исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Юмрана Тиунаева Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий И возможно даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот Вот в оборотные средства на закупку сырья Возможно они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору Где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки И это пошло, возможно, в ущерб опять-таки средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия В Карачаево-Черкесии официально завершился учебный год для 4728 девятиклассников и 1768 одиннадцатиклассников Свои искренние поздравления выпускникам направила министр образования и науки республики Инна Кравченко В поздравительном тексте, в частности, говорится Дорогие учащиеся, выпускники, родители и уважаемые коллеги Последний звонок – любимый праздник школьников, завершающих учебу Это день своего рода окончания учебного марафона с уроками, контрольными работами, переменами, домашними заданиями и мероприятиями Уходит в историю очередной учебный год Для кого-то праздник последнего звонка – начало беззаботных летних каникул А для выпускников – день вступления в новую взрослую жизнь Этот праздник знаменует очень важную жизненную ступень в жизни тех, кто учился и тех, кто учил Дорогие выпускники, вы молоды, полны сил, энергии и больших планов на будущее Сегодня созданы все условия для самореализации, для того, чтобы каждый из вас смог достигнуть поставленной перед собой цели И полностью раскрыть свой потенциал Уверена, что ваши знания, энергии и талант послужат на благо Республики и России Говорится в поздравительном адресе министра образования и науки Республики Инны Кравченко 26 мая в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 38-я сессия Народного собрания Карачаевой Черкесии На рассмотрение будут вынесены такие законопроекты, как об установлении в регионе размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на этот год О выборах депутатов Народного собрания О разграничении полномочий органов государственной власти Республики в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Карачаевой Черкесии О порядке выпаса содержания и прогона сельскохозяйственных животных Карачаева Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСАЕВ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки, а также правила радиационной, химической и биологической защиты Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ Об этом рассказал министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе И целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаево-Черкесии Рашидом Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год Это школьники Карачаево-Черкесской Республики, 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаево-Черкесской Республики Именно с точки зрения школьника, механизм следующий, первое, управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаево-Черкесской Республики Направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард» Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс В Росмолодежи подвели итоги конкурса молодежных проектов Северокавказского федерального округа среди физических лиц Всего на конкурс поступило 430 заявок По результатам экспертной оценки поддержано 127 проектов на общую сумму 42 миллиона рублей Результаты распределились по регионам следующим образом В Чечне поддержано 24 проекта на сумму 7,5 миллионов рублей В Ставропольском крае 23 проекта на такую же сумму В Дагестане 19 проектов на более чем 6 миллионов В Карачаево-Черкесии 18 проектов на 5 миллионов 790 тысяч рублей И чуть меньшую сумму выиграли представители Кабардино-Балкарии и Ингушетии Пришкольные лагеря Черкеска начнут работу с 10 июня Примут этим летом более 1700 школьников республиканского центра Всего в городе будут организованы 15 оздоровительных площадок дневного пребывания Их будут посещать учащиеся с 1 по 7 класс За каждым отрядом из 25 детей будут закреплены воспитатели и его помощники из числа педагогов школ Отдых детей будет организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий Откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства Об этом рассказал министр культуры региона Зурапа Гербов Будет включать в себя 4 специальности Это работа со звуком, звукорежиссура, создание музыки Это работа с фото и видео, то есть направление медиа, направление кино Также у нас будет направление дизайна, где мы будем разрабатывать различные элементы прикладного дизайна Как, например, веб-дизайн или дизайн среды И четвертое направление – это непосредственно создание электронной музыки Мы буквально за несколько месяцев будем учить ребят, как современными инструментами уже создавать свои первые треки Записывать их и загружать онлайн, чтобы они уже приносили деньги Так как сегодня монетизируется большинство артистов на земле Важно это потому, что сейчас Российская Федерация, Министерство культуры Поворачивает развитие творческих специальностей в практическую плоскость То есть мы учимся, как, по примеру, западных или восточных стран Где шоу-бизнес, где технологии развиты очень сильно И действительно артист, музыкант – это человек, который зарабатывает своим талантом, зарабатывает своим искусством Мы сейчас идем по этому пути и учим детей с ранних лет В день славянской письменности и культуры православные жители Карачаева-Черкесии Совершили крестный ход от ворот Никольского собора Черкеска к памятнику святым, который расположен в центре города По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Черкесии стартовала акция «Одна страна – общая культура» Во Дворце культуры Республиканской столицы и электронной библиотеки будут оборудованы площадки для сбора взрослой детской литературы на русском языке Жители Карачаева-Черкесии смогут не просто передать книги, но и вписать пожелания, приветствия и слова поддержки А партия обеспечит доставку книг в библиотеки ЛНР и ДНР, а также беженцам Сейчас библиотеки и школа Донбасса испытывают дефицит русскоязычной литературы Акция поможет вернуть им возможность жить, учиться и развиваться в русскоязычной среде Республиканская детская библиотека имени Сергея Никулина 27 мая в 16 часов приглашает всех желающих стать участниками библионочи традиции народов Российской Федерации В этом году мероприятие посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия России и столетию образования нашей республики Об этом рассказала заместитель директора библиотеки Ольга Каргинова Посетители библиотеки в этот вечер ждет интересная разнообразная программа Это будут традиционные для библиотеки познавательные мероприятия, а во-вторых разнообразные мастер-классы Заслуженного художника Карачаева-Черкесии, скульптора Аминат Алиевой, хореографа заслуженного артиста Алексея Багаева Студентов отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Даурова Мастер-класс по робототехнике специалиста центра By Smart School Дети смогут порисовать песком, мастер-класс песочное шоу Нетрадиционная техника раскрашивания флага Кроме того, смогут познакомиться с работами фотохудожника Андрея Николаевича Пинкина Знакомьтесь, Карачаева-Черкесия Для желающих запечатлеть себя на память в этот вечер будет оформлена фотозона Мы ждем всех желающих с 4 часов по адресу Международная 85 Две организации Карачаева-Черкесии, Центр мой бизнес и Торгово-промышленная палата Подписали соглашение о сотрудничестве с машиностроительным кластером Татарстана Подписание документов состоялось в рамках Международного экономического саммита Россия-Исламский мир Казан-саммит 2022 Подписанные соглашения позволят консолидировать общие усилия И повысить эффективность работы по развитию предпринимательства в регионах Жители Карачаева-Черкесии смогут сами определить список территорий Которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве Для этого достаточно зайти на платформу за.городсреда.ру И отдать голос за объект в рейтинговом голосовании Подробности сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ республики Зульфира Бачаева По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию Это либо аллея под Аватара, либо лестничный спуск на Зеленый остров По городу Карачаевску отбираем дизайн проект улицы Мира По городу Уйджигута будут выбираться из двух скверов один Либо по Морозово, либо по Первомайской Вот два сквера выставлены Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса И в Медногорском детский парк по Парковой улице И также аллея по улице Бардина 29 мая в 19 часов в амфитеатре Парка культуры и отдыха «Зеленый остров» Состоится концерт «Мировые хиты» Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаевой Черкесии В нем примут участие приглашенные звезды Заслуженная артистка Карачаевой Черкесии Марьяна Алботова Султан Батчаев и солистка Государственной филармонии Ставрополя Валерия Петина О предстоящем событии рассказал дирижер Камерного оркестра Марат Гидиев Это повторный концерт Первый концерт проводили 19 марта Он прошел с большим успехом Был полный зал Многим очень он понравился И поэтому по многочисленным просьбам наших зрителей мы его повторяем Мы повторяем его уже в амфитеатре Поэтому мест билета будет еще больше Те, кто в прошлый раз не успел купить билет, не успел посетить его Вы можете прийти Будет очень интересное свето-звуковое шоу Мы будем играть саундтреки из всеми любимых фильмов, сериалов Таких как «Пираты Карибского моря», «Игра престолов» Приходите, увеляю вас, не пожалеете Ведущий специалист, эксперт отдела содержания, развития и ремонта автомобильных дорог Управления Карачаево-Черкесск «Автодор» предстанет перед судом за халатность Комментирует информацию старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфилива Следствием установлено, что обвиняемый не предпринял надлежащих мер, предусмотренных его должностной инструкцией В том числе по проведению текущих осмотров автодорог и выявлению дефектов, требующих устранения В результате чего 5 июля 2021 года в ауле Каменомост Карачаевского района Произошел обвал плиты моста через реку Кубань И автомобиль под управлением местного жителя упал в воду Водитель автомобиля скончался В ходе следствия также установлено, что техническое состояние моста через реку Кубань На пересечении улицы Акбаева и переулка мостовой на момент его обрушения являлось аварийной В связи с тем, что там образовался критический дефект на опоре правого берега Трещины в скальном основании телеопоры В настоящее время следователям допрошен ряд свидетелей Проведены сложные строительно-технические и другие судебные экспертизы Осмотр места происшествия, в том числе с участием специалистов в области мостового и дорожного строительства А также иные следственные и процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления В настоящее время следствием собрана исчерпывающая доказательственная база В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу В настоящее время многие субъекты России захватила очередная волна фейков, изрядно взбудораживших население На этот раз через социальные сети активно передается новость о начинающейся вспышке холеры О перепрофилировании инфекционных стационаров и усилении мониторинга со стороны Роспотребнадзора в этой связи Комментирует информацию пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская В этой связи управление Роспотребнадзора по КЧР подтверждает, что новости о распространении холеры являются фейком Но разумная настороженность и готовность со стороны населения и медицинских организаций в это время все же необходима Подчеркиваем, настороженность, оснований для панического настроения нет и быть не может Напоминаем, что с началом пандемии Роспотребнадзор активизировал работу над программой «Санитарный щит» Это целевая система противодействия инфекциям, которая поможет сохранить самое важное здоровье человека Защитить его от возможных инфекционных угроз в будущем, которых, увы, невозможно избежать В первую очередь, это система подготовки к будущим эпидемиям и их профилактике Очень важно не допустить новые инфекции в страну, остановить их на границе, свести к минимуму их проникновения на территории нашей страны Что очень актуально в отношении холеры, случаи заболеваний которой бывают в России эпизодически Очень редко и только при завозе из эпидемически неблагополучных стран Спортсмен из Карачаева Черкесии Ислам Шанов стал серебряным призером первенства России по угорико-римской борьбе среди юношей до 16 лет Прошедшего в эти дни в Уфе Другой наш спортсмен Амин Меремуков занял пятое место и вошел в состав сборной команды России По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии облачно с прояснениями, местами дождь, местами туман Ветер западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха плюс 13-18, в горах до 19 градусов В горах Карачаева Черкесии свыше 3000 метров лавина опасна В Черкесии днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 18 градусов Это все новости, к этому часу с ними вознакомил Марти Киев Берегите себя и своих близких, всего доброго Вы слушали Радио России, Карачаева Черкесия До новых встреч!